Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня. С вами я, Валерия Иванова. И сегодня у меня в гостях звездные, не побоюсь этого слова, шеф-повара. Таланты, которые поработали за границей в мишленовских ресторанах, но, тем не менее, вернулись в Латвию. И я сегодня с большим таким почтением и уважением представлю своих гостей. Это Янис Звирбулис. Добрый день. Шеф-повар ресторана Фишхаус и Иван Шмыгарев. Добрый вечер. Шеф-повар ресторана Баренц. Да, у нас сегодня очень тоже харизматичные такие мужчины голубоглазые. Я думаю, что узнаем очень-очень много нового. Но, собственно, про тему. Во-первых, кстати, у нас вчера был день повара. Я думаю, надо поздравить вас с трудовым праздником. Спасибо. Успехов вам. Поговорим сегодня мы о такой теме, как красный гид Мишлен. Что же это такое? За что дается эта самая звезда? Чем отличается обычный ресторан от Мишленовского ресторана? И, конечно же, почему у нас в Латвии до сих пор нет ни одного ресторана с таким званием? Вижу уже улыбку на лицах своих гостей. Я думаю, точно будет какая-то интрига сейчас. Но давайте все-таки мы познакомимся поближе. Я-то вас знаю, а наши слушатели должны точно уже получить информацию. Давайте, может быть, пару предложений. Где учились? В каких ресторанах Мишлен работали? И почему, собственно, вернулись? Выбирайте сами, кто начнет первый. Я? Хорошо. Кто поближе ко мне? Хорошо, да. Я начал вообще свою карьеру в 2001 году. Попал я в ресторан Винцент тогда, параллельно школы, как обычно это произошло. Там я отработал 13 лет. За это время я успел побывать в очень многих местах. И была возможность тоже постажироваться в Америке, в Германии, в Норвегии, в Дании. во Франции. Да, это такие пять основных где я был. Все, конечно, были... В основном были три Мишелина-ресторана. Да, и... Самое главное там в них было увидеть изнутри, как это работает вообще. и чтобы это вернуть обратно, как бы... в Америке. А почему я все-таки, извините, что перебиваю вас, почему захотели вернуться на свою родину? Не, ну, вначале, вначале это было потому, что тебя отсылал как ресторан, как вот хочешь поучиться, съезди, поучись туда. А, как стажиров. Расскажи, привези этот опыт, покажи нам, как они думают или как... Вообще, ну... Да, из-за этих... Пока я был 13 лет в Инценте, я был... Очень много... Всю Европу мы объездили там в многих мешалиных ресторанов был. Да я даже успел побыть тоже в Афганистане как полутурист, ну, не турист. Хороший опыт. Мы вместе даже с Янисом были. Мы даже тогда в то время работали вместе. Я не помню, в каком году это было. Вы в Афганистане были? Да. А, вот почему вы друзья теперь понятно. Один из таких ярких моментов. Очень. Да. Потом да, что... Потом я открыли магазин Марчерс. Там я пробыл 4 года. Это было очень хорошее время отдохнуть, посмотреть, подумать, решить для себя что же реально хочешь сделать. И потом пришел дан этот проект Баренс, который как бы дал все свои плоды и дает чтобы показать себя что же ты реально научился за эти 20 лет уже как работаешь на кухне. В таком смысле. Спасибо вам. Очень интересно. Янис, ваша очередь. Ну, у меня чуть меньше карьера и меньше времени я на кухне. Но начал я тоже со школы, конечно, здесь, но с курсов в принципе. И попал сразу на практику в Винсенс, где познакомились с Иваном и это было первое мое место работы тоже в Латвии. Потом с программной обмена я попал во Францию, где я остался работать и жить. Через несколько лет вернулся на выходные, но остался уже почти на год, открыв здесь несколько проектов. Потом Россия, где я открыл в принципе первый в России решето отель пятизвездочный, где был очень высокого класса ресторан. И руководил еще одним рестораном, который был тоже при отеле нашем. И через, ну, параллельно учился во Франции, ездил туда-обратно все время. И сейчас, да, какое-то время уже здесь, лет пять, по-моему, шесть уже прошло. И сейчас пробуем здесь, да, сделать что-то хорошее, что-то качественное. Вот. И да, ну, за время в Винсенте мы хорошо с Иваном познакомились и поработали. В том числе и в Афганистане. Это настолько контрастно. Винсент, Афганистан просто. Да, да, да. Получилось-то. Это было хорошо, это было прекрасно. До сих пор мы с вами дружим, у нас дружеские семейные отношения такие, в смысле, потому что мы после работы обязательно иногда встречаемся. обговорить вообще ситуацию и как, что, и поменяться мнением, если он куда-то уезжает, или я уезжаю, потом приезжаем, опять сидим у круглого стола и обговариваем вещи такие. Ну, вот смотрите, когда я начала готовиться к данной программе, я узнала такую очень, я бы сказала, горячую информацию, что в народе, да, посетители, люди, которые ходят в рестораны, считают, что вы прямые конкуренты и что вот здесь должна быть просто такая вот граница, знаете, вражеская территория номер один, здесь номер два. А потом я поговорила сначала с Янисом по поводу проведения этого эфира. Говорит, о, Иван, это же мой вообще давний друг, ты что, Валерия? Ну, то есть в этом плане расскажите насколько все-таки что у вас общего? Мы поняли оба там большим опытом шефы, которые работали в Винсенте, в Мишленовских ресторанах, но на данный момент оба ваших ресторана рыбные, правильно? Да. У вас французским уклоном, у вас русским больше, или? Нет, у нас, я бы сказал, здесь у нас все вместе, да, и да, есть мы с Янисом делаем рыбные рестораны, да, но каждую свою пьесу, каждый делает свой театр. Почему рыба? Вот ближе по технике приготовления, продукты эти нравятся больше, ну вот это же, понимаете, это люди, ну, ясно то, что мы предлагаем не только рыбу, это наш, один из основных направлений, конечно же, мы в ресторанах предлагаем, тоже мясо, и вегетарианские, и там, тоже по желанию человека разные блюда, нет такого, то, что мы, давай только рыбу, да, но в большом случае я могу поверить, то, что наша главная задача, мы ищем самый свежий, самый лучший продукт. Ну, это бесспорно, в этом я не сомневаюсь. Янис, а вам вот рыбные продукты, как любовь с ними случилась? Это уже какое-то время, не знаю, у меня идет периодами, сейчас какое-то, несколько лет уже, подряд я очень увлечен именно рыбой. То, что мы не конкуренты, это больше, чем ясно, потому что, как же, как ты уже говорила, у Ивана вообще другое направление, хоть и рыбные места, да, обе чем-то связаны, но у каждого свой путь, у нас больше ежедневный, ежедневный такой ресторан, где ты можешь получить очень качественный продукт. И сервис. И сервис, да, но это, это будет намного другой, другой в подаче, и может другой продукт, для ежедневного, чем у Ивана, да, Баренц. И, несомненно, единственное, что нас связывает, это работа с рыбой, да, то, что Баренц, ну, в Риге было очень мало, я думаю, я думаю, Иван согласится, очень мало предложений по рыбе вообще, ну, хороших предложений по рыбе. И это один из, конечно, тех вариантов, когда мы поняли, что здесь есть ниши, которые нужно заполнять. Это одно из основных. Так мы любим разные продукты, не только рыбу. Нет, я понимаю, конечно, просто это действительно мнение со стороны. У меня полностью такое французское видение по ресторану, и в том числе по приготовлению, и в основном это такая французская тема, леонская, французская, это то, что я делаю. Специалист это оценит и понимает разницу, да, для простого человека, да, кажется, что мы тут боюем. Нет, слава богу, я очень рада, что сегодня у нас эта программа, что вот эта тайна, она все, ее больше не существует, нет никакой войны. Друзья, перестаньте ссориться в комментариях, потому что все это действительно, я когда прочитала комментарии, у меня прям, я схватилась за голову, думаю, о боже, разные ценовые категории, разные там концепты, да. Конечно. Ну, то есть, а для людей все-таки вот так вот. Ну, наши люди вообще любят комментировать и пообъевать в комментариях. Ну, это сейчас такое... Дезинформация. Сейчас такое просто время, сейчас все там происходит. Есть еще два момента, если вы позволите, я задам вопросы, это развеем сегодня мифы. Допустим, надо поменять сейчас название программы. Выбирайте, у кого первого спрошу, такой, с перчинкой вопрос. Спросите у меня. Значит, в тех же самых комментариях, про которых идет речь, про баланс, задается вопрос, трижды или там больше, в чем секрет или культ, как можно назвать лучше, сметаны в блюдах, которые вы добавляете, что посетителям показалось, что очень ее много, и как будто это такой ваш авторский знак. Она как-то специально готовится, или в чем вот... Она не только сметана, скорее всего, и йогурт. Вот. Это два... Разве я миф? Два... Йогурт. Да, это уже наполовину меньше сметаны, да. Почему используем ее много? Потому что, когда человек только чистый белок берет, он быстро насчищается, он жировым таким нюром, ты как бы помогаешь ему усваиваться. Да, он гораздо лучше ведет вместе, так же самое, как масло идет к рыбе, очень прекрасно, да, в любом количестве. Да, ну, там, смотря по жирности, конечно же, да, какой рыбий, как так, не к каждой рыбе подходит, например, да, йогурт или сметана, да. Но это одна часть, у нас во многих, во многих, да, идет именно вот лактозовый продукт, да, потому что он помогает. Вот, например, мы были на Ферроостровах, чтобы почувствовать этот продукт, откуда он у нас приходит, у нас был такой, там, прекрасный вечер, мы приехали, готовите, у нас на столе была только-только рыба. Там было пять, ну, пятнадцать разных рыб со всеми, там, лангустами и всякое. Вот мы дошли только до седьмой, и мы уже не могли ее есть. Чисто потому, что от чистого белка ты так наедаешься, сытно, что он у тебя потом не может дальше его продолжать уже. Надо его чем-то разбавлять. Поняла. Поняла. Супер. Спасибо вам за честный ответ. Янис, готова? Да. Значит, касаемо вашей принципиальности, что вы не разрешаете убрать или добавить какой-то ингредиент. Так ли это? Всегда ли это вот так вот, либо черное, либо белое, или вы все-таки делаете исключение? Ну, есть, конечно, принципы, и это связано с тем, что во-первых, меня так учили, да, и есть какие-то, не знаю, там, брать, например, соуса, да, где если ты, моя принципиальность в том, что если ты хочешь называть этот соус каким-то там известным именем, в котором должны быть там, не знаю, три ингредиента, то в нем должны быть три, не пять, не семь, а три, именно эти, да, и да, я в этом плане очень принципиально. Ну, это касается очень многих вещей. Ну, я понимаю, что это произведение искусств, да, то есть если вы уберете что-то, это уже не то, что вы рисовали, это уже такая реплика. Это, да, именно так, ну, ты можешь называть это как хочешь, но не так, как это придумал какой-то именитый, и шеф-повар, который, который, это всем известный, да, известный соус или известное блюдо, да, и ты сейчас называешь это этим именем, но делаешь совсем другие вещи, да. Иван меня поймет, если мы говорим там про супу и бэс, который очень часто здесь варится из каких-то костей, из лососек, которые не должны вообще там присутствовать, ну, это очень часто. Ну да, кстати, с бэйбэсом чаще всего я видела комментарии, что вот, я в Испании пробовал, он совсем другой, там же огромное количество морепродуктов. Кстати, про бэйбэс, все жалуются на то, что осколки попадаются, не про вашу сторону, естественно, я сейчас говорю, у вас, по-моему, бэйбэса нет в меню. Осколки, вот что, почему вы кладете целые вонголи или целые миди, это правда, что можно сильно пораниться, пищевод разрезать или нет? Третий миф не связанный с вами. Миди там особо не должно быть вообще, но то, что могут попадаться кости, да, это так, потому что это, в принципе, один из таких блюд, которые, ну, это христианские блюда, которые делались не из самых лучших кусков рыбы, да, это делалось так очень, начало бэйбэса очень, очень такое страшное, страшное, да, но то, что там может попадаться, это абсолютно нормально, я думаю, там, в трех звездах Мишелин, конечно, вы этого не получите, но где-то, если вы хотите натурально почувствовать вкус и настоящий вкус того блюда, то это может быть где-то на рынке в Британии или в другом месте, но там вы получите абсолютно натуральное то, что и должно там быть, да. То есть, такое максимально аутентичное, аутентичное, да, я поняла, отчего бы, но мы обязательно после рекламной паузы поговорим именно про Мишленовские рестораны, как тема у нас сегодня эфира, именно это, потому что все-таки не все наши слушатели в принципе понимают, да, в чем отличие и почему в Сингапуре уже в который год, в который раз получают Мишленовскую звезду в какое-то уличное кафе, где делают курицу-гриле и варят лапшу, вот, да, а можно и сходить в Мишленовские рестораны и оставить себе полторы тысячи евро, да, как моя подруга рассказывала в Гонконг, когда они с мужем летали, да, и вот так поужинали немножечко, да, вот, но я хочу прежде чем мы уйдем на рекламу объявить конкурс. Сегодня у нас просто бинго, двойное такое возможность выиграть призы, это подарочные карты как в ресторан Фишхаус, так и в ресторан Барнс. У нас будет сегодня два победителя и условия конкурса. Необходимо придумать свои критерии, свой гид, по которому вы бы оценили ресторан, да, то есть есть красный гид Мишлен, есть три звезды, которые выдаются, ну, в зависимости от того, отвечает ли требование в ресторан или нет, и нашим слушателям, да, вот, предоставляется возможность придумать свой гид. Пожалуйста, присылайте в WhatsApp, напомню, телефон 2306191, 2306191, и к концу эфира мы обязательно подведем итоги и объявим победителей. С вами Валерия Иванова, Янис Вирбулись, Иван Шмыгарев и Открытая кухня. Вернемся после рекламы. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире Открытая кухня, я Валерия Иванова, сегодня у меня два потрясающе талантливых шеф-повара, Янис Вирбулись и Иван Шмыгарев. Сегодня мы рассказываем о карьере, о том, как шефы работали, получали опыт за рубежом, все-таки вернулись обратно в Латвию, и сейчас возглавляют рыбные рестораны Фишхаус и Барнс. Сейчас мы хотели бы еще раз продублировать конкурс, который мы объявили до ухода на рекламу. Существует красный гид Мишлин и три звезды. Первая это одна звезда, вторая две звезды, третья, соответственно, три звезды может получить ресторан. Пожалуйста, придумайте свой вариант гида и три критерия, по которым бы вы оценили ресторан. Самый оригинальный получат приз как от ресторана Фишхаус, так и от ресторана Барнс. А сейчас мы продолжаем нашу беседу. Расскажите мне, пожалуйста, если мы зайдем в Википедию, там черным по белому написано, что критерии к оценке ресторана засекречены и ни в коем случае нельзя их распространять. Даже был, кстати, уволен человек, который написал книгу про то, что лучше ходить в рестораны одной и двух звезд, потому что третья уже ни к чему не стремится. Как вы считаете, в чем вот, собственно, парадокс? Может в Сингапуре получить какая-то курица-гриль за полтора бакса, а может стоить полторы тысячи евро за ужин? Выбирайте, кто первый начнет. Ну, да, это мое мнение об этом. Все стремится. Первая жезда, по-моему, только качество продукта. Все равно, где, в какой стране ты находишься, все равно, что качество продукта, как-то твоя идея, твоя еда. Да, как ты ее готовишь, если она всем нравится, всем она нравится, приезжает там Мишин, говорит, нам всем нравится, мы тебе даем звезду. Это так происходит. Вторая, конечно, для официантов и такой совместный, как это работает. конечно. Ну, тем более, сейчас это тенденция последних лет, что вообще, по-моему, первый раз эту звезду, я даже понимаю, о каком кафе мы говорим, курица. Это было несколько лет назад, и вообще эта тенденция началась, что начали оценивать и давать звезды таким небольшим местам. Да, как правильно сказал Иван, первую звезду тебе дают за качественную еду, несмотря на то, сколько она стоит, и на чем она даже продает. Там больше играет то, что этот продукт, наверное, должен быть все-таки более-менее местным, да, местным, качественным, и люди это оценивают, и тогда дается звезда. Про 2 и 3, конечно, это отдельный рассказ, это уже сервис, очень много сервиса, очень много зависит от предложения, от вин, от качества, месторасположения, стенки, туалет, туалетная бумага, и все, что вы можете себе представить вообще, что связано с рестораном, начиная, не знаю, от освещения, заканчивая действительно той же самой туалетной бумагой. Я поэтому всегда говорю, хотя у меня камня не кидаются, потому что когда я писала обзоры, очень надеюсь, что я возобновлю этот процесс, что я всегда обращаю внимание на туалет, всегда, конечно. Ну то есть это невозможно, мне говорят, вот она по туалетам ходит, там фотографирует, ну как же. Это место, где короли и слуги заходят одинаково, да? Это важно, конечно, это очень важно. Важно в ресторане, важно все, и это, наверное, тот гид, который какие-то рамки выставил в этом плане, и очень, очень, очень успешно, не без изъянов, конечно, но успешно. Говорим про Латвию. Почему здесь, хотя я не перестаю говорить, что безумное количество талантливых шеф-поваров, у нас развит экотуризм, да, вот Амата, да, по-моему, называется этот эко, где есть и фермы, в Цесисе сколько ферм, да, ну, что говорить, это правда. Почему? Сколько я знаю, это такое, это уже такое на политическом уровне все. Амата, как Латвия рассматривать этот регион. А Латвия насолила кому за, скажем, Балтия, за страны Балтии, да. Дорога? Дорога. Гид Мишелина начался с того, что производитель колес Мишелиновских думал, как развивать это все, чтобы люди, которые вкладывают и получают качественные продукты от них, как им больше популяризировать вот свои вещи. И они придумали гид, что они будут делать обзоры по местам, где можно останавливаться, ездить на машине, качественно поесть, качественно поспать, проводить время. И от этого вот началась гид Мишелина. Потом уже пошли звезды. Ну, чтобы туда попасть должна быть дорога. Да. Обязательно. Вот одно, что нужно, это дорога. А дороги, как вы знаете, у нас не самые плохие. У нас, как в Латвии. У нас, как в Латвии. Я напоминаю, что у нас проходит конкурс, свои варианты ответа можно отправить на номер 2306191. Следующий конкурс проходит, это критерии оценки ресторана. Как бы вы оценили ресторан, по какой системе, можете и название придумать, и там несколько пунктов. Напоминаю, номер 2306191. очень ждем ваших вариантов, и к концу эфира подведем итоги. Хорошо. Винцент. Винценте, вы начинали оба. Правда ли то, что некоторые СМИ писали, все дело в том, что подвальное помещение? Потому что там же действительно высокая кухня, красивый интерьер. Я не согласен с этим. С чем? Именно? С подвалом? С подвалом. С подвалом. Да? Это все равно, ну, это уже будет, вот как, я не знаю, это регионально, нам, Мишель, может прийти к нам не только, как в Латвии, но как в Балтии странах. Скорее всего. чтобы это маневр сделать, там, по-моему, есть какие-то у них свои взносы. И они там не маленькие. Я не думаю, что это взносы. Или это как-то, это связано с туризмом обязательно. Обязательно, да. Ну да, они же так и пишут, что это туристический гид, прежде всего. Чем больше будет отзывов, и чем больше будет посещений туристических здесь, тем скорее это все придет. Это одно, второе, что, конечно, я думаю, на данном моменте мы очень отстаем от Эстонии в плане посещения туристов. Да. В количестве, я думаю, обязательно. Ну, это уже вопрос политический. Да, это там власти по поводу... Туризм. Власть должна помочь туризму, чтобы развиваться. Это все остальное, то есть, это уже такой очень политический вопрос, то есть, в каком направлении идет страна. То есть, экотуризм во всем мире очень развивается, и мы это можем сделать спокойно вообще. Только вопрос в том, ну, мы видим, что происходит, и насколько люди готовы вкладываться в это, и рисковать своими деньгами, чтобы сейчас, на данном моменте, ну, это не так просто. Не так просто, это очень большая рожа. Это большой рис. Это очень большой рис. А вы лично хотели бы сами получить звезду для своего ресторана? Ну, это как, ну, понимаете, это как обозначение то, что ты достиг какого-то уровня. Конечно. Это тоже зависит от человека. Я вот когда, ну, поскольку работаю во всей этой сфере тоже, я иногда задаю своим там коллегам или кандидатам такой вопрос, даже на собеседование. А зачем мне это? Я работаю, зарплату получаю. Вы все-таки другие шефы. Вы другие шефы, поэтому я вам издаю этот вопрос. Про амбиции здесь другие совсем, понятное дело. Ну, люди без амбиции, они готовы работать там, слушая, как звонит звонок, когда тебе что-то нужно достать из футюра, и мы знаем эти места, куда такие люди готовы идти работать. Ну, каждому свое. Ну, да. Это не наш путь, абсолютно ясно, то что. Конечно, так как же Иван сказал, да, ясно, что звезда это хорошо, это действительно как подтверждение правоты твоей работы. ты делаешь все правильно. Но, я думаю, нам до этого еще идти. Но вы хотели бы, правильно? Конечно. Тут, кстати, вот тоже есть два направления. Вы хотели бы получить как шеф или как ресторан? Потому что шеф может уйти в другой ресторан и забрать звезду с собой, а ресторан, он останется. это не имеет значения, потому что если ты был шефом в ресторане, ты получил звезду, это звезда твоя. Да, то есть это уже без, 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 без каких-то вариантов. Ну, конечно, да. А в чем отличие на данный момент? Вот у вас у обоих рестораны на уровне, да, они отличаются даже когда ты заходишь туда с порога, ты видишь, ну, не знаю, я лично вижу, по крайней мере, да, сколько стоит то, что у меня под ногами, сколько стоит то, что на стенах, какие расположены аксессуары, насколько продуман маркетинг, стилистика, брендинг, ну, вообще, все-все-все, это такая вот полноценная картина, и видно, что это командная работа как кухни, так и сотрудников зала, так еще и тех, кто вот это все рисует, там, планирует и так далее. Вот чего, на ваш взгляд, еще сейчас не хватает, если вы можете быть настолько откровенными, вот до получения, если мы сейчас отбросим политические вот нюансы, кто готов честным первое ответить? если сравнивать, да, если сравнивать, вот то, что мы делали в Винцензии, сейчас на одну звезду, да, это да, качественный продукт, за который нам надо бороться, и то, что мы и делаем, и свежесть, идея своя, философия, свое видение, хотя бы ты можешь объяснить его, то, что ты, как ты это видишь, потому что у других спросишь, и они там, ну да, вот и класс, вот что-то хотели сделать классно, ну нет, такого не бывает, ты стремительно идешь, очень явно, выраженно, видением, и даже когда это еще не было, я помню, когда мы вот Баренц взяли вот арендовать помещение, я зашел совершенно в чистые стены, и я уже тогда видел, как это выглядит, как выглядит кухня, как выглядят столы, где официанты бегают, где у них туалет, где у них, тогда уже видно. Ну да, все, не только красиво еще удобно должно быть, ну конечно, это потом еще будет, но иди, по идее, ты уже, уже в голове у тебя это все уже готово. Да, 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 если ты, если ты это в голове не можешь собрать, то и нечего, начинай делать, по сути. Если ты не знаешь, для чего ты открываешь, ну, чтобы классно проработать. чтобы классно, мне нравится покушать, и это классно, ну нет, это, это, не такая идея. очень большой процент, да, из таких рестораторов, рестораторов, если их можно так назвать, которые открывают рестораны, не знают, почему, но... Надо было открыть. Хотелось, да, выиграться. Ну, таких проектов очень много, они очень быстро открываются, очень быстро закрываются. Так бывает. Вам, открывая этот проект, не было такой мысли вообще бороться за какие-то звезды. Это качественный продукт, своя философия, да. Не хватает? Я не знаю, не хватает... Людей не хватает. Туризма не хватает. Да, то есть, если, если, не знаю, в любом государстве, где развита ресторанная деятельность, люди готовы ехать за, неважно, сколько время, да, провести, чтобы попасть в какие-то места. У нас ресторан не так развита, а ресторанная культура, чтобы только на местном человеке мы могли получить звезду. Это пока не так, и это долго еще не будет. То есть, ясно, что нам всем нужно больше туризма, чтобы жить лучше и развиваться. Ну, про людей, кстати, Мурат Юшко на первом самом нашем эфире задала вопрос тогда. Мурат, как вы считаете, какого концепта еще в Латвии не хватает? У меня тут Валерия, не концепта не хватает, а людей не хватает. Людей не хватает. Это очень правильно. Ну да, и смешно, и плакать хочется, к сожалению. Надо о себе говорить, надо о себе кричать, но имеется в виду не на месте кому-то. Надо стараться как-то в другие страны, поэтому если у кого-то получается съездить, максимально ты можешь 90% у тех, которых получается, они там и остаются, к сожалению. Да, но в таком смысле пока Латвия не закричит, но никто не узнает, в таком смысле. Никто не услышит, если мы будем сидеть тут и их только ждать, типа, ой, надеемся, приедут, приедут. Нет, никто не приедет. Но я все-таки надеюсь, что это будет развиваться, расти с каждым годом. фиаско сделать такое, я думаю, нас заметят. Ну, имеется в виду фиаско, если будет очень качественно, все четко, все продумано, я думаю, она нас точно услышит. И это будет хорошо всем, неважно, кто это. Там может быть любой, в вашей сфере, как журналист, например, или вот вы тоже можете быть популярным и нести латвийское слово, ну, как государство, что, вот такое. Ну, честно говоря, если все в рамках ресторанной индустрии, то эта цель есть, вот этой программы, да, расширить кругозор, познакомить. Вот, пожалуйста, вам, дорогие радиослушатели, даются, предоставляется возможность, да, узнать и про ресторан, и про ведение бизнеса, и про моменты какие-то там, у нас была прошлая передача про ресторанную неделю, да, там, столько было звонков, у нас разрывался телефон, себестоимость продуктов, для чего эти рестораны вообще выставляются, ну, то есть, пожалуйста, берите, черпайте, мы готовы с вами делиться знаниями, у нас эксперты каждый раз такие, вот прям, прям, бальзам для ушей, да, вот. Но я напоминаю, что у нас проходит потрясающий конкурс сегодня, вы должны придумать свой гид, гид, свои критерии, как есть красный гид Мишлен, так и вы должны придумать свою систему оценивания ресторанов, можете написать нам и названия, и критерии, отправляйте свои варианты на номер 2306191, 2306191, ждем ваших сообщений, конечно же, если есть желание спросить, задать какой-то вопрос нашим гостям, напоминаю, также номера в студии, 67212939, 67213939, мы здесь еще какое-то время, у вас есть возможность с нами смело пообщаться. Хотели бы вы попасть вот именно в Сингапур и попробовать вот этот стритфуд, потому что про это вот больше всего в последнее время говорят. Обязательно. И смогли бы вы вот прям выписать себе, ага, вот эта курица-гриль отличается от той, что я там в Москве пробовал. Я думаю, да, 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 на 100% да, потому что это одно из таких вещей, которые, я думаю, Иван меня поддержит. Он нас профессионально, конечно, интересует, почему в этом ресторане. Из чего и почему он получил там, не знаю, какие-то награды, да, и, конечно, нам в плане работы очень интересно все от того момента, как нас встречают в ресторане, да, и как нас провожают. То есть в любом ресторане. Но так как это стритфуд, это, возможно, он нереально вкусный. Да, да, да. То, что он там делает каждый день, сколько там, 200 куриц, наверное, каждый день только 200 куриц, и все. Да. Ну, то, что он реально сам может, сам, наверное, физически может. Не думаю, что у него нету даже помощника, кто знает что-то, чем он там. Ну, там и кухню, вот на Ютубе можно посмотреть. Это видео, она, мне кажется, меньше, чем эта студия. Меньше. Меньше, да? То есть это только ларек. На четверть. Это ларек, да. Ларек, где человек там. Это очень маленький ларек, да, действительно. Но это хорошая тенденция, потому что в любом случае это дает возможность и другим посмотреть и оценить. По идее, в Латвии тоже можно открыть такой ларек. Но, не знаю, как педсинстанции нас, скорее всего, не разрешат. А ПВД? Да. Да, да, да. Это, наверное, физически невозможно в ларке сделать все знанные криторики. Ну, это, по-моему, еще одна тема на другую передачу, где можно часами об этом говорить. Да, почему мы спешим всегда с барабаном на шее исполнить все, предусмотреть, ну, эти написанные законы, которые в Европе, даже большие страны не смотрят на них. Те кавычки, которых наставят вообще кулинарийские, ну, со стороны педсинстанции и всяких, да. И это все правильно, ничего там плохого нету, они только хотят, чтобы засечить людей от всяких там бла-бла-бла. От того же, что сейчас происходит. Да, от того же самого, что сейчас происходит с польской курицей, да. Но никаким-то образом не получается. Я не думаю, что этот в Сингапуре, он кого-то отрыл. Я просто работала в Сингапуре, несколько месяцев там жила, я ела в стрит-фуд этих маркетах. Ну, знаете, я немножко брезговала, честно. Я вам расскажу, мы можем рассказать вам. Ну, как европейский человек, я немножко брезговала, да. Может быть, у него, я не буду про него говорить, у него я не ела, да, но, может быть, там идеальная чистота, и наш даже ПВД латвийский бы прилетел и сказал, вау, все блестит. Вряд ли это так, но я думаю, что своя фишка какая-то есть, и, конечно, хотелось бы посетить это место только для того, чтобы понять. Ну да, интересно, интересно. В Афганистане мы были, видели, как они там делали. А в Сингапуре не были, надо исправлять. А мы показали. И мы... Я даже в детстве в лесу так не говорил, по-моему. Я думаю, что мы можем посмотреть, да, результаты нашего конкурса. Давайте, да. Итак, выбор ресторана по количеству местных жителей. Чем больше народу из местных жителей, тем, скорее всего, место проверено, а, тем, скорее всего, место проверено, и кухня будет хорошей. Второе. Стоит обратить внимание, выходит ли шеф в зал. По моему мнению, это показатель ответственности и заботы о клиенте. Третий. Как ни странно, но стоит оценивать ресторан по туалету. Его состояние, чистота, интерьер и оригинальность служат хорошим подспорьем самому ресторану. Рыбный гид. Критерии. Свежесть рыбы, навык филирования рыбы, оригинальность подбора рыбы, чтобы не просто себаса дорада, скорость открывания устриц и их качество подачи, наличие брюнеток и рыжих в ресторане, наличие раков в ресторане. К слову, вопрос, почему в латвийских ресторанах не подаются раки? Очень просто, потому что у нас они уже все вымерли, и их американские раки сожрали. Они их вытолкнули из своей жизни, потому что они гораздо агрессивнее, и они наших латвийских раков просто вытеснули. Сейчас самые лучшие раки, которые из Азербайджана, по-моему, лучшие раки сейчас приходят. Надеемся, что вы услышали ответ на вопрос про раков. Да, потому что я, честно, тоже не знала. Так, еще один у нас вариант. Добрый день. Основным критерием моей системы оценки рестораном была бы стрессоустойчивость официантов. При первом посещении ресторана я бы нарочно провоцировала их, после чего выносила бы оценку. Стресс-тест. Если каждый клиент так приедет, придет. Это вопрос, с каким намерением ты идешь в ресторан. То есть получить удовольствие от стресса. Мне кажется, интересный, кстати, вариант такой. Очень интересный. Ну и последний вариант на сегодня – это гид «Культура города». Блюда, отражающие культурно-вкусовые пристрастия населения, заведения, участвующие в формировании гастрономического ландшафта, доступность, высокие и низкие цены, концептуально выдающиеся места, места, которые создают уют не только интерьером, но и запахом, музыкой и светом. Очень правильно. Это такой жаский. Да, то есть у нас, получается, был по количеству местных жителей, который начинался, выходит ли шеф в зал и по туалету. Далее был рыбный гид. Так, стресс и вот, собственно, культура города. Ну, шефы выбирайте. Насчет стресса был этот концепт, где самый такой ресторан, где тебя обслуживают не очень вежливо. Да. Вот это к этим. А у нас был такой, нет? Есть такой? Разве? Ну, где там официант на тебя, типа… А, да-да-да, где тебя матом ругают. Да-да-да, где-то наши взяли, тоже такое сделали. Стресс-тест, стресс-тест. Иван, вы берете этот подарок? Мне стресс-теста это не было, вот честно. Объективно это последнее, мне нравится. Культура города? Да, это очень объективно. Хорошо, тогда вы отдаете свой приз культуре города. Я, культуре города. Янис, вы? Еще раз могу напомнить, если хотите. Давайте. Так, значит, у нас стресс-тест. Выбор ресторана по количеству местных жителей. Чем больше народу из местных жителей, тем, скорее всего, место там проверенное хорошее, шеф выходит в зал и туалет. Ну и да, соответственно, тот мы отдали уже. И рыбный тот остается. Ну тогда, наверное, все-таки этот вариант, я думаю, да, который мы сейчас посмотрели, где был по количеству местных жителей. Хотелось бы, чтобы у нас жители больше, больше сами посещали рестораны, больше оценивали, больше. Супер, супер. Они сейчас тебя за это вадят. Да, мы не можем пойти к вам. Вы очень дорогие. Это уже вопрос. Что ж, ну мы в любом случае поздравляем, да, наших победителей. Все честно, вы получаете подарочные карты от Ивана и Яниса в свои рестораны. После эфира с вами свяжутся представители радио, да, и расскажут, как вы сможете забрать свои призы. Ну, а я хочу поблагодарить, на самом деле, от всей души, что после вчерашнего праздника шефов вы пришли, поделились столь важной информацией, были такими искренними, простыми. Я думаю, что на кухне вы гораздо жестче. Спасибо большое. Нет, нет. Сразу видно. Спасибо большое, Яне. Спасибо большое, Иван. Успехов вам. И я все-таки не теряю надежду, что Латвия получит лучше даже одновременно, пусть и там, и тут, чтобы точно оставались друзьями, а не конкурентами. С вами была я, Валерия Иванова. В эфире была программа «Открытая кухня». И до следующей недели. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.